Восьмой отрывок. Маур Вашемиш. Дни отчёта Омира указывают на единство, как указано в книгах. И поэтому умерли ученики Раби Акивы между Песохом и Ацерат. Потому что эти дни указывают на единство, а они не уважали друг друга. И это время отчисления Омира, это исправление Килим. И поэтому произошло это событие, связанное с Бар Капра. И в середине отсчёта Омира и рассердился не на Бар Капру, а на то, что не пригласил его с товарищами. В дни отсчёта Омира человек должен исправить эту миру единства, и благодаря этому удостаивается постижение Торы в праздник Шивуот. Так сказано, и двинулись они из Рафидима и пришли в пустыню Синай. И встал там Исраэль против горы. И объяснил Раше, что все были как один человек в одном сердце, и потому удостоились постижения Торы при даровании Торы. То есть то, что мы уже учили и говорили об этом много, то есть в эти дни, вне отсчёта Омира, мы должны прийти к объединению, единению, и тогда мы будем достойны получения Торы. И затем в этом объединении мы будем идти продвигаться в сути этого объединения, в мощи объединения. Понятно. Кабью-3. Свет, возвращающий к источнику, приходит в результате осознания зла. По тому осознанию зла, которое есть у человека, приходит в Свет, возвращающий к источнику. А перед осознанием зла человек должен работать и вкладывать много сил, пока он не придёт к состоянию, когда он находится в желании получения ради получения, у него нет сил выйти из этого желания. И тогда он действительно осознаёт это зло, и поэтому он молится. и получает свет не тот, который приносит осознание зла, а свет, который исправляет. Африка. Спасибо, Раф. Спасибо, Раф. Десятка спрашивает, в чём разница между желанием получать человека и между желанием получать десятки на протяжении периода омера? Желание получать человека — это частное желание, и оно не действует в духовном. Творец не учитывает его, а учитывает, насколько желание получать человека отменяется относительно десятки, включается в неё и действует ради неё на благо, и десятка тогда обращается к Творцу. И насколько человек пробуждает десятку к Творцу, в этой мере Творец действует на десятку, и человек по своему усилию в десятке получает от десятки пробуждение. Понятно? То есть я нахожусь в десятке. Я вкладываю в десятку много сил для того, чтобы объединить их. Через эту десятку в соединении с ними я молюсь Творцу. Творец влияет на десятку. И тогда, когда я включаюсь в десятку в этой мере, я впечатляюсь от влияния Творца на десятку, и согласно этому я исправляю своё следующее включение в десятку, пока это не приходит от десятки к Творцу и через Творца десятку. Это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Мы соединяемся и таким образом приходим к отдаче. Инфо. Инфо. Исраэль. Исраэль.